Здравствуйте! Возродить привлекательность профессии педагога, поднять ее на качественно новый уровень, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих деятельность наставническую. Вот цель, объявленного президентом года педагога и наставника в 2023 году. Какой он современный учитель? Зачем в школах нужны наставники? Растет ли популярность в профессии педагог? Это и многое другое послужило темой для разговора День наставника на Самары ГИС. Я представляю гостя в студии Алексей Александрович Отапин, директор лицея «Престиж» городского округа Самара. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, тема прекрасная, я считаю, выбрана для нашего сегодняшнего разговора, но давайте начнем немножечко с рассказа о себе. Как давно вы руководите лицеем «Престиж»? Лицеем «Престиж» я руковожу с 2018 года. В августе 2018 года я был назначен директором. Ну, получается, у меня уже маленький юбилей, то есть пять лет в августе, как я руковожу лицеем «Престиж». Как вам? Ну как? Любая работа, конечно, хороша, но любая работа имеет свою специфику. И, конечно, есть нюансы, которые заставляют пошевелиться, подумать и какие-то новые решения придумать для того, чтобы, ну, решить конкретную ситуацию. Ну и, конечно, быть современным и шагать, как говорится, в ногу со временем. Но почему вы выбрали педагогику? И давайте, наверное, немножечко заглянем в историю, вот с чего все начиналось. Ну, я бы сказал, наверное, не я выбрал педагогику, а педагогика выбрала меня. Так получилось, что вот когда я закончил школу, через какое-то время, когда я учился в институте, я попал в свою же школу, в которой учился до этого, но уже в качестве сотрудника. Тогда только начали вводить электронные журналы от СУРСО, только начались вот эта вот цифровизация образования. И тогда у меня как бы вступило предложение, меня спросили, можешь сделать вот, чтобы это все работало? Ну вот, и как, само собой, я согласился, мне было это интересно в первую очередь, ну и, соответственно, так я и попал в свою же школу, но уже в другом статусе. Вот. И постепенно какая-то нагрузка росла, какие-то дополнительные функционалы появились, какие-то новые задачи появлялись. Ну и, соответственно, там, в, наверное, 2012 году я уже стал заместителем директора по безопасности, какие-то хозяйственные вопросы решал. Чуть позже я начал уже учебными вопросами заниматься, прошел обучение, переквалификацию, начал преподавать. Ну и так школа меня не отпустила. То есть я получал уже первое образование свое, заканчивал работой в школе, я инженер по образованию, по второму образованию я уже менеджер-управленец, соответственно, я его уже получал в школе, потому что я понимал, что мне не хватает этих знаний. И я развивался вместе со школой, вместе со своими учениками, сам постигал новые какие-то вопросы, новую науку. Ну и когда предложили руководящую должность, долго думали? Нет, не думал долго. Конечно, это было очень хорошее предложение. Оно не было как бы случайным, оно не было ожидаемым, скажем так. Но я как бы работал над этим, и я специально готовился к тому, чтобы стать руководителем. Какое-то время у меня был опыт управленческой деятельности уже в качестве заместителя директора по учебной части. Были вопросы, которые я мог решать сам, и, соответственно, когда я уже вступал в должность директора, я многие вопросы уже преодолевал сам, и, в принципе, я понимал, как это будет решаться. Хотя много чего нового мне пришлось узнать, конечно, вступив в новую роль директора лицея. Давайте поговорим о наставничестве. Это тема сегодняшнего нашего разговора. Да, первый вопрос, наверное, именно в этом ключе. Кого вы можете назвать своим педагогом-наставником? Ну вот у меня опять специфическая ситуация. У меня нет конкретного педагога-наставника, который взял меня за руку и вел по моему карьерному пути, к моей жизни. У меня есть конкретное, наверное, учреждение, в которое я попал. Вот то, что я попал в школу, где я раньше учился, и учителя, которые меня учили, стали моими коллегами, а иногда даже и подчиненными, мне помогало действительно решать многие вопросы не со стороны подчиненный начальник и руководитель, а со стороны того, что действительно подружески, с пониманием коллеги относились ко мне, мне помогали, подсказывали, и многие вопросы решались действительно легче и проще только из-за того, что были вот тот самый личностные отношения, которые помогают работать проще. Ну это для вас был, скажите, бесценный опыт, и важен ли он был для вас? И скажите, вот вы сейчас этот опыт, возможно, переносите уже на своих сотрудников. Создаете ли вы такую атмосферу в лицее, что наставничество – это очень важно и нужное дело сейчас? Да, вы вот прям очень хорошо заметили, что действительно я считаю, что атмосфера, в которой работает коллектив, тем более такой творческий коллектив, как педагоги, которые действительно горят в своей профессии, действительно искренне переживают за тех ребят, за их удачи или неудачи, или какие-то проблемы, которые возникают, большой и важной частью является именно их личная включенность. Поэтому, когда коллеги поддерживают друг друга, когда коллеги помогали мне на той школе, на том предыдущем месте работы, в той школе, где я раньше работал, или коллеги, которые помогают мне сейчас, или я уже им помогаю, то это дорогого стоит условия, комфортные условия работы, конечно, решают многое, и желание работать становится гораздо лучше. И идти на работу каждый день, конечно, очень важно. А расскажите, как закончился учебный 2023 год в вашем учебном заведении? Есть ли какие-то результаты особенные, которыми вы гордитесь как руководитель? Есть, конечно, особенные результаты. Есть ребята, которые у нас, опять же, подтвердили результаты медалистов. У нас всего 30 ребят в классе, у нас один выпускной класс, но из этих 30 ребят у нас 9 медалистов. 9 медалистов, конечно, мы говорим, что это результат, это большой труд, большая работа, которую делали родители этих ребят, дети, учителя, педагоги, администрация. Все это результат долгих лет обучения, долгого пути к этой медали. Но теперь у них благодаря этому открываются новые дороги, появляются льготы при поступлении, и, конечно, они сейчас понимают, оглядываясь назад, что все те силы, которые были потрачены ранее, вот сейчас дают результат. А вы знаете, у нас есть как раз замечательное видео на эту тему. Давайте к нему обратимся и посмотрим про ваших выпускников. Небольшой сюжет. Хорошо. Вас приветствуют выпускники Советского района. История нашего района играет важную роль в жизни областной столицы. По своему экономическому потенциалу и численности населения Советский район принадлежит к числу районов с развитой промышленностью и инфраструктурой. Мы гордимся историей страны и историей района. Алексей Александрович, ну вот насколько я знаю, в большинстве своем в общеобразовательных учреждениях города трудятся опытные педагоги с солидным стажем работы, но, конечно, время идет и нужны новые молодые кадры. Приходят ли молодые учителя, такие как вы, и что делаете вы, как директор, чтобы они остались? Молодые учителя приходят. С каждым годом, мне кажется, что их становится больше, и желание работать в школе у учителей появляется больше. Есть большое количество мер поддержки, которые оказываются в нашем регионе, в стране в целом, которые позволяют молодым учителям, не имеющих опыта работы, не имеющих больших каких-то наработок, стимулирующих выплат или еще каких-то дополнительных способов заработать. Государство наше помогает учителям адаптироваться, помогает, дает период на то, чтобы они смогли и научились работать эффективно и с удовольствием. Есть губернаторские выплаты педагогам, целые три года подряд платят дополнительные средства для того, чтобы им было проще преодолевать ту нагрузку, которая на них возлагается. Есть разные программы, которые выполняются в рамках президента, поручения президента, тоже национальные проекты. Земский учитель, то есть когда учитель может по направлению уйти работать уже в области и там поднимать школу и развивать образование. Поэтому сейчас большое количество уделяется наставничеству учителей, когда молодой учитель пришел, и у него появляется тот наставник, тот друг, помощник, который может рассказать ему какие-то нюансы работы, с которыми, может быть, он не знаком. А может быть, знаком только в теории, но на практике это выглядит немножко по-другому. Вот всеми силами мы стараемся сделать так, чтобы новому человеку в образовании становилось комфортно, и у него появлялось желание развиваться, расти, а не искать какую-то новую работу. А вот расскажите о вашем опыте, когда молодых учителей берут кураторы и наставники. И всегда ли складывается вот такая крепкая дружба между наставником и молодым педагогом? Все люди разные. Ну и бывают ситуации, которые как-то приходится сглаживать и примерять. Ну, давайте уж будем откровенно говорить, да не все так идеально в нашем мире. Поэтому вот расскажите о вашем опыте. На самом деле, когда мы подбираем наставника и думаем, кто бы мог помочь и подсказать, кто бы мог работать с этим человеком, мы думаем, конечно, о двух сторонах интересов. То есть у нас есть человек, наставник, есть наставляемый, тот, кого будут подсказывать. И если они будут и эмоционально, и личностно не совпадать друг с другом, то, конечно, это беда. Даже когда мы комплектуем первые классы, когда мы принимаем кого-то в класс учиться из ребят, мы понимаем, какой ребенок к нам приходит, с какими качествами, и какому учителю лучше ему направить. К более строгому или к более внимательному и чуткому, который может при разном подходе, ту же там разную информацию донести до ребенка. Какая будет ему понятнее и комфортнее. То же самое и с учителем. Мы же тоже люди. Конечно. Поэтому в любом случае случаются разные нюансы, когда будет недопонимание. Это невозможно избежать, когда люди изучают что-то новое, когда они общаются, когда у них бывают спорные моменты. И творческие, как мы с вами говорим. Поэтому в любом случае недопонимание возможно, но если люди имеют общий контакт, если они понимают друг друга, то, конечно, это все быстро преодолевается, и мы получаем результат. Кстати, вот замечу. Да. Вот вы говорите, наставник для молодых педагогов. Не всегда наставник может быть для молодых педагогов. У нас бывает практика, что наставник бывает нужен не молодому педагогу, а педагогу, который пришел после какого-то перерыва, там, по личным каким-то обстоятельствам. Человек пришел, тут у нас обновились образовательные стандарты, тут у нас свои требования в новом учреждении. Поэтому, конечно, человеку лучше иметь того доверенного друга, который может подсказать и рассказать, что вот так мы уже делаем, а вот так вот пока еще нет. Это вы сейчас говорите о прогрессивной молодежи, о молодых специалистах, которые, ну, может быть, в каких-то аспектах понимают больше, знают больше, чем педагоги уже в возрасте. Здесь это, кстати, да, другая сторона медали. А вы знаете, еще хотелось о чем бы с вами поговорить? А вот когда вы принимаете на работу молодых специалистов, наверняка ведь вы лично проводите собеседование. И что для вас в приоритете? Видите ли вы перспективу этого педагога, что он действительно принесет только пользу вашему учебному заведению? Конечно. Когда мы принимаем педагога, мы принимаем, ну, как бы это ни звучало, мы принимаем нового человека в нашу семью. В любом случае, наш педагогический коллектив, если мы говорим про коллектив лицея «Престиж», он у нас специфичный в плане того, что так получается, так складываются обстоятельства, что педагоги друг с другом очень тесно связаны. И это иногда выясняется даже очень странным образом, когда мы принимаем нового человека, она знакомится с коллективом и узнает свою бывшую одноклассницу. И оказывается, они учились вместе и раньше дружили. Когда у нас работают несколько учителей, которые учились в общей группе в педагогическом вузе, соответственно, у нас не просто общее место работы, а у нас общие интересы. И поэтому, когда мы берем нового человека, конечно, хочется понимать, с какой целью он приходит, какая у него задача, что ему интересно. Конечно, я всегда приглашаю профильного зауча, чтобы мы могли побеседовать. И я всегда говорю о том, что вам с ним в первую очередь в большинстве случаев контактировать. Поэтому у вас тоже должен быть тот, вот как раз коннект, когда мы говорим, что учитель должен общаться комфортно с ребенком, зауч должен комфортно общаться с новым учителем, директор со своими заучами, соответственно. Поэтому именно вот в таком подходе мы получаем удобный, комфортный коллектив для работы. Я прошу сейчас рассказать вас, наверное, может быть, немного о творческой жизни лицея. Какие мероприятия, какие проекты прошли в году учебном ушедшем, ну и, конечно, в год педагога-наставника, что уже запланировано и будет реализовано до конца этого года? Ну, хотелось бы сказать, что сейчас уже принято решение о том, что с 1 сентября будет утвержден единый график мероприятий на целый год. Это будет очень удобно и эффективно. Мы можем говорить о том, что каждая школа уже заранее будет понимать, какие мероприятия будут проводиться, что нужно для этого сделать. И самое интересное, что это будет в едином, в общем порыве. И тогда мы получаем действительно ту самую массовость, ту самую общую идею, которую мы хотим, в принципе, сформировать в наших ребятах. Школа тоже у нас в лицее, лицей, извиняюсь, лицей тоже принимает большое количество участия в разных мероприятиях. У нас есть «Неделя добра», наш педагог замечательный организует «Неделю добра», когда ребята, кстати, про наставничество говоря, когда ребята в лицее находят какие-то необходимости помочь, например, помочь библиотекарю с освоением новых технологий, например, помочь с какими-то бытовыми нуждами в классе в кабинете биологии или в кабинете географии, можно там что-то, например, перевезти или разложить, или навести какой-то больший порядок. То есть ребята сами ищут себе занятия для того, чтобы помочь, ну и в таком случае у них, получается, педагог становится наставником, но это уже не учебная деятельность, это уже немножко другой вопрос, когда ребята искренне по своим мотивам пытаются кому-то чем-то помочь. А как вы считаете, кому вообще сегодня нужны наставники? Все-таки больше ученикам, педагогам, а ведь бывает такое, что и наставники нужны родителям. Конечно, конечно, наставники нужны всем. Я бы их назвал не наставником, а другом. Друг – человек, к которому можно обратиться, у которого что-то спросить. Просто сейчас слишком мало, раньше мало говорили о том, что были какие-то наставники, о том, что нужно кому-то помогать. Раньше же это тоже было. Всегда были люди, которые вызывались, которые поднимали руку и говорили, я могу, я подскажу, я расскажу, я научу. А советское слово взять на поруки? Вот, вот. Понимаете, что просто сейчас вот это перерождается в более массовом формате, и сейчас действительно хорошо, что об этом говорят. Говорят о том, что есть наставники, есть результаты, есть успехи. Поэтому это очень хорошая практика о том, что действительно позитивные вещи необходимо озвучивать. А наставничество нужно всем. Как детям друг к другу. У нас есть волонтеры, которые старшие ребята приходят к младшим и рассказывают, например, там, про правила безопасного поведения в интернете, или про экологические моменты, про сортировку мусора, почему это нужно сделать. Также у нас есть наставники, которые там участвуют, например, в музее. В музее проводят лекции для среднего звена, для старших школьников. У нас музейный актив. То есть в любом случае есть ребята, которые готовы поделиться чем-то. Есть учителя, которые готовы поделиться чем-то. Если мы находим тот момент, где мы ему даем возможность это раскрыть себя, возможность поделиться своей идеей, тогда вот оно, наставничество, и получается. В чистом виде. А тот человек, который уж получает эту информацию, он найдется сам. Ну, наставник, на мой взгляд, должен обладать очень многими качествами. Я сейчас назову, на мой взгляд, такое верное. А вы продолжите, пожалуйста. На мой взгляд, это качество неравнодушия. Я абсолютно с вами согласен. Неравнодушие и когда не все равно. Вот главное качество в человеке, в сотруднике, если я говорю как директор, что это когда тебе не все равно. Если человеку все равно, он не знает, как выполнить ту или иную задачу, он и не будет ее делать. А если человеку и не все равно, и он не знает, как делать эту задачу, значит, он подойдет, спросит или выяснит, как это делать. Или попытается сделать, сделает ее неправильно. И пусть он сделает ее неправильно. Но хотя бы будет попытка и будет какой-то рост. И на этих ошибках он научится. Ну вот, кстати, давайте еще и побеседуем об авторитете наставника. Вот из чего он складывается. И что делать наставнику, если, допустим, молодой педагог или даже ученик более продвинут в каком-то вопросе? Наставник – это всегда тот советник, который помогает ребенку по конкретным вопросам. А бывает, что и ребенок помогает учителю. Мы с вами это выяснили чуть раньше. Поэтому в любом случае тот человек, который искренне делится своими эмоциями, тот человек, который искренне хочет одного научить другого чему-то, и при этом, ну, наверное, не требуя ничего-то взамен, а может быть, и тоже говорит, а ты научи меня этому, тоже почему нет такой формы наставничества. Поэтому в любом случае мы говорим про небезразличие. И второй момент – мы говорим про авторитет. Авторитет, он складывается ведь не просто так. И авторитет, он виден через какое-то время. Есть учителя, которые строгие, которые требуют, на которых, может, часто и ругаются, и какие-то не очень хорошие отношения с ними складываются. Но именно к этим учителям через какое-то время приходят выпускники и говорят… Спасибо вам за тот июже. И ты уже приходит осознание, да, что через три года после школы ты вспоминаешь педагога, вспоминаешь какой-то вот момент в учебной жизни, и ты понимаешь, что вот это тогда мне заложили в мою голову, сейчас мне это пригодилось. Вот истинная сила наставничества. Тогда действительно идет понимание, что вот это делалось не зря, и спасибо этому учителю, что он сделал именно так. Да. Ну, скажите, пожалуйста, каким вы видите ваше учреждение завтрашнего дня? Очень сложный вопрос. Каждый руководитель видит свое учреждение успешным, конкурентоспособным учреждением. Но на самом деле можно сказать про все учреждения, про все школы. Сейчас идет тенденция к тому, что мы усредняем школы, о том, что мы даем единство понимания, как мы учим, чему мы учим, и, соответственно, мы понимаем, какой результат будет в конце. Поэтому каждая школа будет постепенно развиваться. Какая-то быстрее, какая-то медленнее. Сейчас существует много нацпроектов, которые позволяют открывать педагогические классы. Вот у нас в области открывают педагогические классы. Есть инженерные классы, медицинские классы. Соответственно, там уже дети и с мотивом с другим выступают. Поэтому любая современная школа – это конкурентоспособная школа. Школа, в которой интересно учиться, в которую хотят прийти учиться. Завершая наш разговор, я не могу не спросить вас о том, что бы вам хотелось пожелать педагогам, коллегам, наставникам, родителям и, конечно, учащимся. Ну, действительно, хочется пожелать каждому из нас, педагогам, ребятам, родителям, всем-всем-всем, попробовать поставить перед собой какую-то цель. Продумать все шаги, которые необходимо проделать для того, чтобы ее достичь. И самое главное – делать эти шаги, двигаться и развиваться. Если мы сможем развиваться и каждый шаг друг за другом делать, то мы обязательно достигнем своей цели, получим того результата и получим ту самую золотую медаль, условную, про которую мы говорим, которая даст нам билет в будущее, которая поможет нам развиваться, которая будет толчком, будет возможностью идти куда-то дальше и идти куда-то вперед, добиваться высших результатов. Спасибо большое. Мы говорили сегодня в нашей программе о наставничестве. Мы говорили сегодня о проектах, которые реализуются в вашем лице и очень много проектов творческих. Так вот, завершите наш с вами разговор и нашу с вами программу. Мне бы хотелось видео вашей ученицы, которая подготовила такой замечательный номер, видеономер к проекту и как раз к Дню Победы. Вот давайте мы сейчас очень внимательно ее послушаем. А вам я говорю спасибо огромное за интервью и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый. У меня лишь она одна. Бахнет в хате квашню и дыну. За порогом бурлит весна. Старым, кажется, каждый кустик. Беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг нежданный приказ вперед. Снова в серый-сырой шинели Светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружение попал подорший Наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, По воронкам и буракам, Через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы со славой хотели жить. Почему же в бинтах кровавых Светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью Укрывало я суп и шафт. Белорусские ветры пели О рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, Я против грусти, Но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье Мама, мамка твоя, живет. У меня есть друзья, Любимые, У тебя лишь она одна. Пахнет в хате клашнёй дыбом, За порогом бурлит весна. И старушка В цветастом пласте Игона свечу зажгла. Я не знаю, Как написать ей, Чтобы она тебя Не ждала. Субтитры создавал DimaTorzok